Мальбим Мальбим говорил раньше, что мудрость, она называется дорогой жизни, и это обратное того, что называется дорога глупости, потому что дорога глупости, она ведет к духовной смерти, и человек, который черпает свои силы из мудрости, он пьет и будет жить навсегда. Имеется в виду, что тот источник, из которого происходят эти воды, воды, которые пьет человек, они либо посредством того, что они видят воды жизни, имеется в виду, живая вода, как в сказке, либо потому что они видят действия праведника, и то, как праведник себя ведет, и человек учится, наблюдая за тем, как себя ведет праведник, и праведник – это источник жизни, или посредством боязни Всевышнего. То есть, есть две вещи. Брать пример справедников или бояться Всевышнего. Понятно, что не могут объединены быть, да? Однако, есть дорога, которая называется дорогой смерти, и на ней стоят два препятствия, которые стоят для души, для того, чтобы поймать её. Это тайва, о которой мы много раз говорили, которая является удовольствием этого мира и желанием получать эти удовольствия. И какие-то плохие привычки, плохие каванот, какое-то желание, стремление к козлу. Для того, чтобы спастись от этих препятствий смерти, нужно черпать воды жизни из Торы, которая принадлежит мудрецу. Что мудрец – это тот человек, который принимает все законы Торы, и он может им обучить другого человека длинным обучением и сделать так, чтобы тот его познал и познал все правила и детали, что является дорогой жизни, а что, наоборот, дорогой глупости. И об этом сказано. Тора должна быть Тора-тхахам, Тора должна быть Тора от мудреца. Что Тора – это изучение, обучение, которое обучает всё. И это источник жизни, который оттуда берётся для того, чтобы свернуться от препятствий, которые ставят на пути человека смерть. Гаон немножечко расширяет комментарии Мальбема, и секунду я подведу итог, если получится, после того, как мы прочитаем Гаона. Гаон говорит так, что Тора-мудреца – это источник жизни, потому что так же, как Митсва, она даёт жизненность и силу органам человеческого тела, как мы недавно обсуждали, я не помню, когда, но мы обсуждали, в 13-м пасуке, в прошлом пасуке, то есть, судя по всему, в прошлый раз мы это должны были обсудить, что существует Торьяк Митсвот 613 Митсвот, который соответствует органам человеческого тела, жилам, костям и так далее. И каждое из этих действий, которые мы делаем, каждый из Митсвот, даёт силы определённому органу, с которым она связана. Это имеется в виду силы не тела, не только тела, но и силы душе. У душе тоже есть 613 органов, которые получают, черпают свою силу из тех Митсвот, которые делает человек. И каждый из них оживляет этот орган, даёт ему возможность дальше существовать. И все органы человека начинают жить с помощью Митсвот, которые он делает. И это внешнее проявление понятия жизни. Тора, она является не внешним проявлением понятия жизни. Тора – это и есть жизнь. И об этом сказано, что это твоя жизнь и продление твоих дней, и мою Тору не оставляйте. Тора называется Тора Тхайм, Тора называется Торой жизни. И это состояние жизненности, о котором мы сейчас говорим, состояние Торы, оно более внутреннее состояние, чем Митсвот. Митсвот – это внешнее проявление, а Тора – это внутреннее проявление. Поэтому Тора называется Макор Хаим – источник жизни, что она даёт жизнь всем заповедям и всем органам для того, чтобы уйти от тех препятствий, которые ставит на пути человеком смерть. И она спасает его от того, чтобы пойти по неправильной дороге. Неправильная дорога – это дорога, ведущая к смерти. И об этом сказано «Бе Митсвот ешулам в Ихабель» – это пасук, который мы читали в прошлый раз, 13-й пасук, который говорит, что Митсвот можно быть цельным и Ихабель. Ихабель – это для того, чтобы не получить… Хабала – это рана, ранение. Для того, чтобы не получить ранение, для того, чтобы не пострадали органы тела, нужно быть цельным в заповедях. Об этом говорил предыдущий пасук. И также здесь есть жизнь и есть смерть. Этот пасук начинается с буквы ТАВ и кончается буквой ТАВ. Тора начинается с буквы ТАВ и кончается буквой ТАВ, которая говорит, ещё раз я смотрю, пасук, мавит – смерть. То есть этот пасук в Мишне начинается с буквы ТАВ и кончается буквой ТАВ. Что имеется в виду? И жизнь и смерть человека – это таф, которая оживляет, и таф, которая умертвляет. Мне нужно использовать иврит, я не могу без него объяснять буквы. Тихое – это слово оживлять, томит – это слово умертвлять. И слово оживление, и слово умертвление, оно начинается с одной и той же буквы, и это написано в Геморе Шаббат. И все это связано с Торой. То есть, и умертвлять тоже может делать это Тора. Что имеется в виду? Сказано про дорогу Торы, что садиким пойдут по нему, и Тора тхахам – это источник жизни наш посуд, потому что хахомим посредством своей мудрости. Они могут познать дороги Торы. И об этом говорится в Масехте Йома, в Геморе, трактат Йома, говорится. Каем Авраам Авину, Афилу и Роб Товшелин. Что Авраам Авину, он не получил Тора, Тора была дана через много поколений после Авраама, но Авраам Авину соблюдал всю Тору до того, как она была дана. И соблюдал он не только заповеди Торы, письменные Торы, но даже легкие заповеди устные Торы, как то Ируф Товшелин, который позволяет нам готовить от Йомтова на Шаббат, в случае, если мы начали готовить до Йомтова. То этот Ируф Товшелин делал Авраам Авину, несмотря на то, что постановления мудрецов еще не было на эту тему, и Торы, как таковой, тоже еще не было. То есть, Тора была, но она не была дана в мир. Авраам Авину, он мог посмотреть на мир и увидеть в мире заповедь Торы. То есть, он мог читать Тору, смотря на мир. Сейчас я на этом, наверное, остановлюсь чуть-чуть. И здесь сказано, что все это происходило с Авраамом из-за его мудрости. Но невозможно, тем не менее, Авраам не мог спасаться от макшей мавит, от мин смерти, которая ставится. А Тора, который передает тебе мудрец, она является источник жизни, и она спасает от ловушек, которые ставят себе смерть. Агро достаточно непонятный, и попытаемся немножко начать его разбирать. Начнем с такого пасука, пасука в Торе, который говорит, что говорит всевышний народ Израиля. «Инна Исраэль, на тати лахамгайом, это хаим ва адамавит». В книге «Дворим» говорит Мащерабейн. «Ну вот, Исраэль, я даю вам сегодня перед тобой жизнь и смерть. Убахар табахаим. Выбери жизнь». Пасук, который, в принципе, один из немногих саким Тора, который говорит о понятии пхирыхавшит, о понятии свободы выбора. Ты должен выбрать. Но выбор, который ставит перед нами Всевышний, выбор достаточно своеобразный. Он говорит, вот это жизнь, это смерть. Решай, что ты выбираешь. Выбирай. Причем он даже не говорит, решай, что ты выбираешь, говорит, выбери жизнь. И выбор, который ставится в этом пасуке, это выбор, который как бы не совсем понятно, в чем состоит выбор. Тебе сообщают, что тут ты примешь это лекарство, ты выжимешь. Ты примешь лекарство с надписью «Яд», ты не выжимешь, ты умрешь. Выбирай, что хочешь. В чем вопрос? Где здесь выбор? Вопрос, который на самом деле очень глубокий вопрос. Поскольку это вопрос, который в принципе каждый человек должен себя спросить, я имею в виду верующего человека, соблюдающего мецвор, живущего по законам Торы, в чем состоит свобода выбора? Что Всевышний от нас хочет, когда дает нам свобода выбора? Поскольку, если я знаю, что выбрать, как в этом пасуке, вот это жизнь, а это смерть, то это не называется выбрать. Если я не знаю, у меня нет знаний, у меня не хватает информации, я не могу выбрать, то как от меня Всевышний может хотеть, чтобы я что-то выбрал? Если у меня нет никаких килим, никаких возможностей сделать правильный выбор. Наугад, орел или решка, что от меня хотят? Если у меня есть знания, то это не выбор. Если у меня их нету, то это не выбор. А что тогда выбор? Кушья – трудность, которая в принципе в том или ином виде, немножко в другом разрезе, но задает Рамбом в Маренову Хим и пишет, что на эту кушью нету ответа у человека, он ответ есть только у Всевышнего. Но Рамбов задает этот кушью известный вопрос с другой стороны, но это та же самая кушья. Вопрос, который задает Рамбом – как знание Всевышнего, то, что произойдет в мире, соотносится со свободой выбора человека, когда человек должен выбрать, а Всевышний знает, что он выберет? Рамбов отвечает, что ответ на этот вопрос есть только у Творца. Мы понять этого не можем. Дальше после этого приходят все лекторы, все преподаватели и начинают давать много-много ответов на этот вопрос, красивые, красочные и так далее. Единственная проблема в том, что Рамбов написал, что человек не может ответить на этот вопрос, а так все остальное замечательно. Я тоже делал несколько раз попытки какого-то приблизительного ответа на вопрос, просто от безвыходности ситуации, потому что когда задают вопрос, что надо отвечать, какой-то пример приводить, а на самом деле ответа нету. И Рамбов знает, что этого ответа нет, и задает этот вопрос, что мы знали, что есть вопросы, на которые нет ответа. И тем не менее это не означает, что нам не надо на эту тему думать, потому что не понимать что-то можно тоже на разном уровне. Этот вопрос переводится на человеческий язык, как соотносится понятие знания с понятием выбора. Внутри человека, если не связывать человека с Творцом, этот вопрос звучит чуть-чуть иначе. Если я знаю, то это не называется выбрать. Если я должен выбрать, не зная, то как я могу выбрать? Что от меня хотят? Это тот же самый вопрос, но с другой стороны. Робейн Иоанна пишет в комментарии на эту фразу Тора, которую я только что сказал. «И вот дай я перед тобой, Амисрейль, жизнь и смерть, выбери жизнь». Он говорит, что это не означает, что ты должен выбирать, что перед тобой ставится вопрос, что ты хочешь выбрать. Здесь есть митсва выбрать жизнь. Не то, что тебе стоит трудный выбор, и ты должен подумать, что я хочу, помереть или выжить. Нет. Нормальному человеку такой выбор не предоставляется, и это не называется выбор. Он говорит, что у тебя есть митсва выбрать жизнь, прилепиться к Торе, и это и есть жизнь. Здесь Шламу Амеллах начинает с нами разговаривать чуть-чуть на другом языке, на ту же самую тему. Шламу Амеллах говорит, что Тора, мудреца, это источник жизни. Возвращаясь к фразе Маше Рабейну, которую Маше получил на Синае, ну, в пустыне Маава, перед смертью Маше, когда он говорит о том, что Всевышний обращается к Амисрею и говорит, я даю перед тобой жизнь, не смерть, выбери жизнь. Таким образом, Шламу Амеллах пришел научить нас, как мы должны выполнить эту заповедь Торы, которая написана в книжке Дворим, Бахарта Бахаим, выбери жизнь. Как нам надо выбирать жизнь? Он говорит о том, что выбрать жизнь, это означает, кодом коль, я должен вернуться прежде всего, у нас нет знаний, что такое Тора. Ни у одного человека, живущего на земле, знаний, что такое Тора, нет, потому что полные знания об этом есть у Всевышнего, и как Тора дает жизнь, никто из нас не знает. Это невозможно знать. Суть состояния едея, даат, оно невозможно, потому что Тора, она бесконечна, а на мудрость Всевышнего, и познать его может только один Всевышний. То, что нам дается, нам дается познать какие-то маленькие кусочки, какие-то вещи, которые становятся нам понятными и ясными в основном через Наосева Нишма, сделаем и будем узнавать, сделаем и услышим, через действие Митцвод, через действие воспринятия Торы, а не только через изучение. Но после того, как человек прилепляется к Торе, находится в Митцве изучения Торы и так далее, он познает какой-то отрывок Торы, и он начинает что-то понимать. Как Тора связывает его с жизнью, не знает никто. Но человек, который, у него есть даат Тора, у него есть понимание, постижение Торы, этот человек должен перейти к следующему уровню. Я не помню, говорил я здесь на эту тему или нет, потому что я разные уроки даю, я запутался. Короче говоря, существует понятие дат Всевышнего, познать Всевышнего, и существует понятие веры во Всевышнего. Вера и знание – это тоже вещи, которые в какой-то степени противоречат друг другу. Если я знаю, то это не называется, что я верю. А если я не знаю, то как я могу верить? Может быть, это правда, может, неправда, откуда я знаю? Это вещи, которые человек не может познать. Я этого не знаю. Что значит, ты веришь или не веришь? В чём вопрос? Понятие эмуны, о котором мы говорим, анима, амин, ба-мана, шлема, я верю полной веры, это когда человек на основании своего знания доходит до уровня, который он может познать и познаёт, и делает выводы о том, что технически невозможно познать. Он экстраполирует своё знание на те вещи, которые познать невозможно. Это называется эмуна. Те вещи, которые ему не раскрыты. Но мы на основании того, что мы в состоянии увидеть и почувствовать, мы выходим на новое состояние. Этот корень шора-шимуны, как написано у Рамхаля, он находится внутри каждого человека еврейского происхождения, которое называется хелик-элока-мимааль-мамыш. Нешама – душа. Это третий уровень души, довольно высокий, который называется «часть от Всевышнего, которая попадает в человека». Когда стеклодув, в примере Нефиш-Гаха им известно в примере, когда стеклодув набирает в лёгкие много воздуха, потом этот же воздух он дует через трубку, потом этот же воздух входит в кувшин и выдувается кувшин, это один и тот же воздух. Но это три разных уровня. Самый низкий уровень, тот, который находится в нас, – это Нефиш, средний уровень – это Рох, и третий, очень высокий уровень – это Нешама. Так вот, это Нешама – это высокий уровень, который исходит прямо от Творца, неважно, как и что, но он даёт человеку состояние эмуны, то есть состояние на основании того, как он проанализировал свою информацию и стал единым целым с тем, что он получил из Торы, он получает возможность сделать выводы и получить этот корень эмуны, о котором идёт речь. Но эта эмуна невозможна без даата. Но эмуна находится выше даата. Я надеюсь, что я как-то более или менее связанно изложил, потому что я в этом до конца не убеждён. Понятно более или менее? Я не вижу, что вы делаете, куда вы киваете. Да или нет? Да. Окей. Тогда мы двинемся дальше. Об этом говорит Шломайлах и говорит, что источник жизни, понятно, что источник жизни – это и есть эмуна. Это и есть та эмуна, которая двикут – соединение со Всевышним. Состояние двикута полного объединения с Творцом. Он говорит, что Тора, Тхахама – это макор эмуны. Это макор хаим, это источник жизни. Хахам – это мальбим и агро, говорят примерно одно и то же. Хахам – это человек, которого Тора стала частью его. Тора делится на письменную и устную Тору. Письменную Тору можно написать на бумаге. Устную Тору тоже можно написать на бумаге. Но написано на пергаменте на бумаге – устная Тора, она не становится Торой. Есть разница между Торой Шибиктаф и Торой Шибаальпе. Тора Шибиктаф – письменная Тора – это пророчество. Это Тора, которая написана, которая дается нам через атрибут, который называется «зрение» – глаза. Глаза видят общую картину, и они видят то, что находится снаружи. Всегда. Я смотрю и вижу шкаф с полками. Я смотрю и вижу еще что-то. Дерево красивое, что-нибудь, неважно что. Это находится вне меня. То, что я слышу, я говорю сейчас про устную Тору, но на самом деле про любую информацию, переданную через уши, она становится информацией, я ее воспринимаю только когда она входит внутрь меня. То, что находится снаружи, я не слышу. Я слышу то, что вошло в уши. Я нюхаю то, что вошло в нос. Глаза отличаются от всех остальных отверстий, которые есть в человеческой голове. Все остальные отверстия, они полностью открыты. Глаза – это отверстия, но они не открыты. Что имеется в виду? В них не входят вот так вот внутрь. В нос, в рот, в уши – все входит внутрь. Глаза воспринимает информацию, которая остается снаружи. Это Тора Шибиктаф. Это письменная Тора. Устная Тора, она, во-первых, всегда дается постепенно. Глазами я вижу всю картину целиком. Устная часть Торы, она входит по буквам, по звукам. Анализируется и превращается она в количество, переходит в качество. Уже внутри головы человека, внутри мозгов. Поэтому ушами человек воспринимает, во-первых, то, что вошло внутрь, и, во-вторых, всегда постепенно, и анализ производит сам этой информацией. Устная Тора, она неотделима от Талмит-Хахама. Она неотделима от мудреца Торы. Письменная Тора отделима. Она может быть написана, и мы можем ее видеть. Устная Тора, она всегда внутри Талмит-Хахама. Без Талмит-Хахама нету Тора Шиба-Альпе. Это основная Тора, в которой мы живем сегодня, во время сокрытия лица Всевышнего, когда пророчества нету и так далее. Основная Тора, она может быть дана только через Хахама. Гемора в трактате Шабас говорит, нет, не Шабас, не помню где. Гемора говорит, что какие глупцы живут в Бавиле. Ганы, Бавлая, Тепшай. Какие глупые люди живут в Бавиле. Они встают, когда вносят свиток Торы, и не встают при входе Талмит-Хахама. Пшат Геморы, что Тора как таковая, вне Талмит-Хахама, это не Тора. Тора может быть только через Хахама. Поэтому Шламамелох начинает и говорит, Тора-Т-Хахама-Кор-Хаим. Тора-Мудреца-Источник жизни. Митсвот дает жизнь снаружи. Тора дает ту жизнь, которая внутри. Это Тора может дать эту жизнь только, когда она выходит через Хахама. В противном случае это невозможно. Хахам – это человек, который прошел тот путь, о котором мы говорили только что, который дошел до уровня Хохма, Бина, Даат, разумения, понимания. И Тора стала частью его на таком уровне, что тут та часть Торы, которой невозможно понять человеку выше человеческого восприятия. Это большая часть Торы. Она тоже находится в нем, но не через Даат, а через иммуну. Через понятие веры, а не через понятие знания. Это процесс, который называется на русском языке экстраполяция, когда из того, что я знаю, экстраполирую и делаю выводы о том, что познать невозможно. Это понятие иммуны, которое входит в Хахама. Такой человек, такой Хахам – это источник Торы, и это источник Торы, который приводит к тому, что его Тора убирает тебя от препятствий, которые ставят на твоем пути смерть. Объясняет Гаон, я возвращаюсь, и говорит, что есть анти-антоним слова «жизнь», слово «смерть». «Жизнь» – это «двикут ба-акодыш брыгу», это «прилепиться ко Всевышнему». «Смерть» – это «отделиться от Всевышнего». Я возвращаюсь к Торе Шебехтав, к письменной Торе. Понятно, что она является источником всего. Говорит Всевышний, я даю перед тобой жизнь и смерть. Бахар-то бахаим. Выбери жизнь. Что значит «выбери жизнь»? Это значит «выбери прилепление ко Всевышнему» посредством Торы, через Хахама, говорит Шлома Амеллах, а не смерть, то есть наоборот. Отдалиться от Талмитхохама, отдалиться от Торы и так далее. Это обычный вшат пасука, как его объясняет Гаон Мивильна. В общем, Мальбин пишет на самом деле то же самое, по большому счету. И он говорит, что Тора Тхахама – это источник жизни. Теперь Гагро пишет одну вещь, которая не совсем понятна при первом прочтении. Она появляется здесь, не к селу и не к городу. Он говорит Хахумим посредством своей мудрости. Они могут познать пути Торы. И об этом сказали наши мудрецы. Что Авраам Авину осуществлял всю Тору, включая Руф Тавшилин. Включая легкие заповеди Драбона. И все посредством своей мудрости. Дальше пишет. Пока все хорошо и красиво. Дальше пишет Гагро. Но, однако, он не мог Лизагер Авраам Авину. Не кто-то другой. Авраам Авину. Он не мог Лизагер Мимакшей Мавит. Он не мог быть внимательным, осторожным, чтобы не наткнуться на мины, которые ставят смерть. Но Тора, мудреца, она является источником жизни. И она помогает ему уйти от этих мин. Аврааму не помогло. А кому-то из нас, если мы прилепимся к Хахаму, может помочь. Что это значит? Надо понять разницу между Торой Авраамом и Торой, которая шла Момелохом. В чем разница между этими двумя Торами? Авраама, Вину, на самом деле, начнем с Авраама. Когда Всевышний творил мир, то, говорит Медраж, Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Написано в Торе. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Всевышний сотворил небо и землю. Земля была удивительно пустая. Так и организуем. И так далее. Каждая вещь, которая написана в Торе, Всевышний выпускал в этот мир. Сочетание букв, которые написаны в Торе, оно создает картину того, как выглядит этот мир. Этот мир выглядит согласно того, как он написан в свитке Торе. Авраама, Вину, он был анакшебанаким, великан из великанов. У него не было этого свитка Торы. Свиток Торы был дан сильно позже Маширабаину на Синае. Но Авраама, Вину, смотря в мир, мог понять, что написано в Торе. Он смотрел на леса, поля, огороды, я не знаю, на что конкретно он смотрел. Он смотрел на них и понимал из этого, что написано в Торе. Нам не дай бог это делать сегодня. Ни в коем случае. Есть Мишна в трактате «Прикавод», которая говорит о том, что два человека, которые шли по дороге и занимались Торой, и вдруг один из них сказал, посмотри, как прекрасно это дерево, то он Митхаев Бенавшо. Он повинен в смерти. Его можно убивать. Всевышний должен его убить, по идее своей. Почему? Пшада, Пашут, обычное объяснение. Забит уль Торой, он занимался Торой и вдруг перестал заниматься. Начал заниматься эстетикой, смотреть на красоту природы и так далее. Его можно в дамки. Но если мы немножечко подумаем, то нигде в Галахе нет наказания за бит уль Торой, то, что человека надо убивать и Всевышний должен его убить. Существует... Мы не учим Тору 24 часа в сутки. Мы спим, едим, разговариваем, говорим дворим-бетелем. И это плохо, нужно уменьшить эти дворим-бетелем. Но когда два мудреца говорили о Торе и на одну минуту сказали несколько слов, то Лихойра, на первый взгляд, здесь нет никакого хиевомиты. Здесь никакой обязанности убить со стороны Всевышнего нет. Это плохо. Они на это время не занимались Торой. Катастрофа. Но не катастрофа. Знаете, был такой анекдот. Учительница спрашивает Вовочку. Приведи, пожалуйста, пример в классе. У нас спрашивают всех детей. Дети. Какая разница между бедой и катастрофой? Вовочка поднимает руку и отвечает. Вот, говорит... Сейчас как. Человек идет по улице, поскользнулся, сломал ногу. Это, говорит, беда, но не катастрофа. А вот летит самолет, и на нем все члены Советской партии и правительства. Самолет развивается, разбивается. Это катастрофа, но это не беда. Так вот, тот момент, когда происходит битль Тойра, это катастрофа, беда, я не знаю что. Но это не то, что называется в Лошоне Торе. Торе, это не называется Митхая в Бенавшо обычно. Здесь называется. В чем дело? Один из комментариев, который я когда-то видел, я думал, что он предложит Рафхайм, выложенный в Рафхайм, но я там его не нашел. Поэтому я не знаю, где я его видел, я не помню. Который говорит, что человек, который... Два человека, которые занимались Торой, и вдруг отвлеклись от занятия Торы и сказали, посмотри на это дерево, из него можно учить действия Всевышнего в этом мире. Красота этого дерева показывает руку Творца в этом мире и способ того, как он управляет в этом мире. Его можно в дамке. Это мог делать Авраама Вина, но после того, как Тора дана в наш мир, мы этого делать не можем. Мы не можем из мира учить Тору. Мы можем из Тора учить мир, но не наоборот. Авраама Вина это учил. И это дорога уровень, совершенно потрясающий уровень, который вообще невозможно себе представить. Как можно посмотреть вокруг себя и понять, что надо делать ру в Товшилин, я не очень понимаю. Когда я смотрю в Геморру и учу, как делать ру в Товшилин, я относительно понимаю, что от меня хотят. Но когда я смотрю на мир, я не вижу никакого и ру в Товшилин, я не вижу ничего. И это нормальное явление сегодня. Авраам видел. Сегодня это ненормально. Но у Авраама был хиссарон, изъян, которого нет у нас. У него был достоинство, по сравнению с нами, миллионы маленькие десяток. Но изъян был такой, что мудрость, которую он увидит, мудрость Торы, которую он примет в мире, из мира увидит эту мудрость, она приведет ему к пониманию очень многих вещей. К знанию, к пониманию Торы она ему приведет. К знанию Галахи она ему приведет. Но, как написал вот здесь у меня в Гааре, я не знаю, откуда он это списал, точно, он не привел здесь цитату. Привел цитату, но не привел откуда? В кавычках, но не привел автора. Он говорит, что в Торе есть знание Торы и есть сегула Торы. Сегула, я даже не знаю, как перевести. Воздействие Торы. Воздействие Торы, оно возможно только из Торы. Познать мир можно и не из Торы. Это мог Авраам. Но состояние, когда Тора приводит к какому-то действию, которое называется сегулой, лечением, возможностями какими-то и так далее, удалить от смерти. Это может только Тора после того, как она дана на горе Синай и принята народом Израиля, и перешла в состояние Митсуве, Ваасе, мы обязаны и делаем. Другая Тора этого сделать не может. Та Тора, которая постигну своим умом, не будучи, не хуяв это делать, я не достигну вот этой части. Я могу познать очень много знаний. Это то, о чем сказано. Что если скажут тебе, есть мудрость среди народов мира, верь. Если тебе скажут, есть Тора среди народов мира, не верь. Имеется в виду не мудрость, что кто-то из народов мира понял теорию относительности. Я до сих пор не понимаю, как это возможно. Наверное, теоретически кто-то может понять. Но не об этом идет речь. Если идет о мудрости Торы, он может постичь мудрость Тора. Он может знать Тора больше, чем какой-то Талмитхохом. Просто он умнее. Но Хахам, Тора становится для него Торой. Вот этой накудой, связывающей, этим элементом, связывающей Всевышнего со всем миром. Вот от этого Хахама, когда ты принимаешь Тору, поскольку без Хахама мы уже доказали, что Тору принять нельзя. Я имею в виду Тора Шабальпе. Когда ты от этого мудреца принимаешь Тору, и Тора становится тобой, вот эта Тора, она является сегулой, она убирает тебя от смерти и ведет к жизни. Это то, что хочет сказать Гаон Мивильна, объясняя, что говорит Шлома Меллах. Теперь я прочитаю просто пасук, и мы увидим, что это в пасуке написано, в общем-то, прямым текстом. Тора, мудреца, это источник жизни, который приводит к тому, что она убирает человека из препятствий, которые ставят перед ним смерть. По-моему, это написано прямо в пасуке. И это объяснение, пояснение, как надо себя вести, того, что сказал Рабейн Иона в Хумаше, комментируя Хумаше, когда сказано, вот даю я перед тобой сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. Бахар Табахаим, выбери жизнь. Это не означает, что перед тобой свобода выбора. Нет, у тебя есть митва выбрать жизнь. Шлома Меллах приходит ответить на вопрос, как тебе выбирать эту жизнь, что тебе надо сделать, чтобы сделать эту митву, выбери жизнь. Мальбим говорит примерно то же самое, когда говорит, что для того, чтобы правильно себя вести в этом мире, есть два способа. Один из них – наблюдать, прилепиться к Талмитхохаму, к Цадику и вести себя его путями. Другой – выработать себе Ира-Дхашем и, понятно, страх перед свершением, понятно, что сочетание этих вещей – это то, о чем сказано Торат-Хахам-Макор-Хаим. Следующее предложение говорит… Сейчас какое-то 15-е предложение, да? «Сехель тоф и тен хен в эдерих богдим эйтан». Слово «эйтан» перевести очень тяжело на человеческий язык, русский в смысле. Попробуем это сделать. «Добрый разум придает красоту душе от сетей смерти». Ну, мне не нравится, как он перевел. Воспользуемся комментарием, который является переводом. Начнем с Мальбима. Он говорит так. Он много говорит, я вижу, больше, чем я думал. Он говорит так. «Сехель тоф и тен хен». Разум хороший, он даст понятие «хен» – милость. Есть «сехель», а есть «сехель тоф». Есть два вида разума – обычный и хороший. «Сехель», разум – это сила, которая есть у человека, который обладает возможностью размышления. «Лахдор, бехоль, давар» – исследовать все вещи. «Лахдор» – это даже более сверлить, как бы, копать, вкапываться во все вещи. «Боидеяпитамид» – проникнуть во все вещи. «Боидеяпитамид» – таким едией, знанием, которое рождается вот так вот, мгновенно, неожиданно. И исследовать, судить всякие вещи, которые скрыты от мудрости и от бины. То есть, вещи, которые глубоко скрыты, их понимание, человек может… Вот у него есть такая возможность, у него есть люди, у которых есть разум, которые вот так вот, я не знаю, интуитивно, как это назвать, «Боидеяпитамид» – неожиданно вдруг воспринимают и понимают какие-то вещи. И вещи, которые не надо бояться, не надо… Сейчас. И даже вещи, которые такие вот… Их невозможно почувствовать, их невозможно ощутить, очень высокие вещи. Они вдруг даются этим людям, подобно знания Всевышнего, духовность и тому подобные вещи, как мидрашим, которые следуют за природой, как мидрашим, которые могут быть раскрытся в природе. Это обычное понятие сейхль. И есть сейхль-тоф. Есть сейхль, который называется сейхль-тоф, то есть разум, который хороший. Это человек, который достигает с помощью разума не более не менее, как руаха-кодыш. Не более не менее, как… Ну, и далее. Руаха-кодыш. Божественный дух. Ужас. Божественный дух. Ничего лучше я сказать не могу, но мне не нравится. Что находится выше, чем разум человека, который идёт иногда какими-то вообще непонятными путями, которые недоступны понятию человеческого разума и размышления. Но если он приходит к человеку, то оно помогает ему сверху, он получает помощь, достигнуть понимания истинности каких-то вещей, и он может это познать, беру… Озарение свыше. А? Озарение свыше. Круто. Озарение свыше, которое приходит, оно приходит и даёт человеку в руха-хашем, в духе, который… в озарении от Всевышнего, я не знаю. И это называется названием, которое называется мыция, находка. Потому что оно приходит сверху к тому, к которому… Вот человек, который понравился Всевышний. Человек может вкалывать, работать, руха-кодыш у него не будет, пишет Мальбин. А человек может вдруг понравиться Всевышнему, получить этот руха-кодыш. Что тогда? Это называется сейхль-тоф, который помогает размышлять и понимать что-то на основании озарения свыше. Но человек, у которого изначально есть сейхль-тоф, этот божественный дух, и он видит руха-кодыш, и он пользуется им на основании своих приготовлений, то в таком случае будет дана милость, и это не находка, а работа по приобретению этой милости. Но он прибавляет его, но получает он ее через натяну посредством вот этого разума, который дается от Всевышнего. И это написано. Всевышний обращается к Маше и говорит, во-первых, я тебе сообщаю свое имя, ты будешь знать понятие моего имени, и во-вторых, ты нашел милость в моих глазах. Маше слышит от Всевышнего, что ты мне понравился. Знаете, есть такой анекдот, немножко антирелигиозный, я бы сказал, что Хаим Рабинович стоит и молится Всевышнего, так горячо молится, а Всевышний, я так хорошо молюсь, отделяю Дздоку, Десятину, учу Тору каждый день, то дело, это дело, а вот ты послал мне такое количество несчастья, ну за что, что же это такое? И раздается голос с неба, ну не нравишься ты мне. Вот, это в качестве анекдота хорошо. Но здесь говорится, что бывает такая вещь, когда человек приобретает милость в глазах Всевышнего, которая ни от чего не зависит. Вот просто непонятно как. Об этом же говорит на самом деле в Мишле еще в одном месте, более подробно. Шламу Амелых, сейчас, может быть, перепрыгнем. И говорит он, покажи мне, сказал Всевышний Маше, если ты говоришь, что я нашел милость в твоих глазах, покажи мне твой кавод, покажи мне твою славу. И вот, можно сказать, что понятие сейхальтов, хороший разум, это достижение рога-кодыш, которое является человеком, который пьет из источника жизни, и тогда он находит милость в глазах Всевышнего, чтобы Всевышний ему показал, как конкретно ему удалиться от дорог смерти, о которой говорил предыдущий пасук. И тогда нужно понимать эти два пасуга вместе, говорит Мальбим. И тогда это получается так. Тора-мудреца – это источник жизни, и также разум хороший, который дается от милосердия для того, чтобы уйти и не наткнуться на препятствия для смерти. Но, продолжение пасука, Дерих Багдим – люди, которые восстают против Всевышнего, я даже не знаю, как точно перевести. Богет на современном верите – это изменник, тот муж, который изменяет жене, например. Багеда – это измена. Тот, который восстает, изменяет Всевышнему, он становится Эйтан. Что такое Эйтан? Багдим, Бажем – те, которые изменяют Всевышнего, восстают против него, и идут в сторону дороги смерти. Их дорога называется Эйтан. Что такое Эйтан? Эйтан – это место, которое Каше. Долина Эйтан – это то место, если вы знаете, в Торе есть Парша, что когда нашелся труп между двумя городами, и неизвестно из какого города и кто его убил, то делаются тяжелые измерения, к какому городу он ближе, после чего приходят старейшины этого города, делают мувения рук, читают какие-то псокимторы, и берут в долине, которая называется Эйтан, и убивают там игла Аруфа, тёлку, которую надо специальным образом убить. И долина называется Нахаль Эйтан. Долина Эйтана. Эйтан – это необработанная, девственно чистая земля, которая никогда не обрабатывалась, которая настолько твёрдая, что её просто не могли обработать. И это то, что она твёрдая – это симан, знак того, что она не обработана. Вот эта твёрдость называется Эйтан. То есть Эйтан – это твёрдое место, по которым не ходят и по которым не сеют. И он находится между рек, между гор, между скал и так далее, где нет земли, которая предназначена, которая годится для того, чтобы на ней засеяли, и на ней что-то выросло. Это люди, которые не пьют от вод, дающих жизнь, потому что они не в состоянии это сделать, они не в состоянии получить, принять дождь и росу, потому что они восстают против Всевышнего, и поэтому они не могут присоединиться к источнику жизни, и, соответственно, они не находят милость в глазах Творца. Мальбим объясняет этот пасук, Секум Мальбима. Он говорит, что это соединяется с предыдущим отрывком и говорит нам о том, что человек, который выбирает жизнь и начинает питаться водами источника Ухахама, он может достигнуть уровня, когда он получит милость в глазах Всевышнего и дойдёт до состояния Руаха-Кодеш. Но если он выбирает смерть, идёт в обратном направлении, то он выбирает место, которое называется Нахаль-Итан, место, которое называется Место Каше, не годится для того, чтобы его поливать, его бессмысленно поливать, потому что всё равно ничего не вырастет. Поэтому на это место вода, безусловно, не опустит Сыр-Охаха-Кодеш, и такой человек 100% не найдёт милости в глазах Творца. Это пшат, который даёт Мальбим. Окей? Мальбим сюда вставляет маленький кусочек, который говорит, что Маширобейну попросил Всевышнего, Тирелия, Этквадеха, покажи мне твой Кавод, что такое Кавод Всевышнего. Гемора говорит, что Маширобейну попросил Всевышнего показать ему дороги, которыми Всевышний управляет этим миром. Что значит дороги, которыми Всевышний управляет этим миром? Говорит Гемора, и Зохр приводит это до Гемора ещё, что Маширобейну была одна кушьяна, которой он во всей своей жизни не смог найти ответ. Всевышний отказался дать ответ на этот вопрос. Ему было непонятно, как может быть цадик, которому плохо, и раша, которому хорошо в этом мире. Это вопрос, на который Маширобейну не получает ответа, и этот вопрос, который заключается Тирелия, Этквадеха, покажи мне твою славу, на которую отвечает Всевышний. Ло и Рене, а Адам вэхай. Не может меня увидеть человек и остаться в живых. Это замысел Всевышнего, понять, кто такой праведник, и почему ему плохо, и наоборот с Рашой, это вещи, которые невозможны. В Геморе, на самом деле, в Йоме, это Махлокис, Рабонан и Раби Мейра. Раби Мейр говорит, что у нас здесь под рукой случайно нету книжки, которая называется «Перкеявод», например, «Сидура». Гемора говорит, что приводит Махлокис, Рабонан и Раби Мейра. Рабонан говорит, что как может быть садик, которому плохо, это значит, что у него была какая-то авейра, какая-то мелочь, которую он где-то как-то и что-то нарушил. Спасибо. А Раби Мейр говорит, что Маширобейну не получил ответа на этот вопрос. И в Мишне-Перкеявод есть Мишна. В четвертом перике есть Мишна от имени, по-моему, Раби Иная. Один момент. Совершенно явно я еще не там, где думал, что она находится. Раби Иная говорит, мы не можем, нет у нас в руке знаний, не то, о чем, почему есть шалват Рашоем, хорошее состояние у Рашоем, и почему есть Исурим у цадиким. Мы не понимаем эти две вещи, которые мы не можем понять. Говорит Маораль, что Раби Иной идет по шите Раби Мейра, который говорит, что Маширобейн не получил ответ на этот вопрос. По мнению Рабона, он получил ответ на этот вопрос. Страдания цадиким – это страдания, которые приводятся из-за того, что у них есть какая-то мелочь, которую сам цадик может не заметить, но страдания нужны для того, чтобы он получил стопроцентное ламоба и полностью эта мелочь ушла из мира. У Рашоем, наоборот, говорит Хохомин, нужно, чтобы они получили всю награду за любую мелочь, которую они сделали в этом мире, для того, чтобы в будущем мире они ничего не получили. Это мнение Хохомин. Раби Мейр говорит, что Маширобейну не получил ответа на этот вопрос. Раби Иной расшифровывает, по мнению Маораля, ответ Раби Мейра и говорит о том, что Эйн Беедейну человек не может никогда узнать ни смысла страданий цадиким, ни смысла шалвы, Рашоем, нормального состояния, легкости жизни Рашоем. Это непостижимо человеческому разуму. Что имеется в виду? Ведь то, что сказали Хохомин, настолько понятно и ясно, что непонятно, как с этим можно спорить. Действительно, есть какое-то преступление, которое сделал праведник. Ему нужно страдать. Действительно, есть какая-то награда, которую должен получить Раша. С чем не согласны Раби Иной и Раби Мейр? Ответ на этот вопрос, что Машир Раби Иной не интересовала такая простая тема, что цадик сделал какую-то Аверу, поэтому ему нужно пострадать. Это Машир Раби Иной понимал, если мы с вами это можем понять за первые три минуты разговора, то Машир Раби Иной такого вопроса не могло родиться. Это был вопрос, который очевиден и понятен. Есть два пути в этом мире, через которые человек доделывает мир. Я говорил много раз, наверное, еще много раз надо сказать, что мир изначально был создан недоделанным, незавершенным, нецельным. Функция каждого праведника в этом мире – это доделывать этот мир. Любая заповедь, любое действие, любое слово Тора, которое он говорит, оно приводит мир к состоянию совершенства, доделывания. Постепенно мы должны привести мир к этому состоянию. После того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, он сознательно, как объясняет Бааля Лэшем, дедушка Раф, Йосиф Шолом, Ильяшева, Зихрона Левроха, Бааля Лэшем, объясняет, что Адам и Хава, когда ели от дерева познания добра и зла, немножко заговариваясь, они сознательно спустили второй вид секуна исправления этого мира в мир. Они хотели сделать шилуф, то есть два способа исправления этого мира. Первый способ – митцвод, он остался. Второй способ – это страдания, которые они ввели в этот мир, для того, чтобы человек, который не делает митцву, через страдания тоже мог искупить какие-то вещи в этом мире. Не искупить, я плохо слово сказал, а исправить, доделать, сделать какое-то действие. Маширобейн понимал, что эти два пути есть, и понимал очень хорошо. Вопрос, который у него был, почему каждому конкретному цадику одному требуется митцва, другому для какой-то авоида, для какого-то текуна требуется страдание. Он хотел увидеть, почему цадик им, Всевышний использует этого цадика, частично для этой, частично для такой работы, и каждая деталь, почему именно она нужна, и что именно она делает в этом мире. Ответил ему Всевышний, сложить эту мозаику человек не может. Вот это вот знание, что происходит и так далее, оно доступно только тому, который видит всю картину шести тысяч лет существования мира на роду неодновременно в настоящем времени, то есть творцу. Остальные люди не могут увидеть, как составятся эти части мозаики, и почему кусочек страдания конкретного цадика совместится с митцвой другого, и почему нельзя было заменить одно на другое, и почему Всевышний выбрал этот мир. Это то, что говорит Рабьинай, это не в наших руках. Это Мишна Перкеявод. Маше Рабейну задает вопрос Всевышнему. Почему один человек находит милость в двоих глазах, и ты выбираешь для него путь, который состоит только из митцвод, только из торы, и не посылаешь ему никакого страдания, посылаешь ему Руаха Кодыш, другой, который идет по тому же пути и делает все суперидеально, и так далее, а этого нет. Хохомим отвечает на этот вопрос, что такого не бывает, просто не бывает. Если есть страдания, то была причина. А Рабьинай и также Мальбим объясняют в книге Иова. Нет, не знаю, как Мальбим объясняют в книге Иова, я до конца не понял. Но одно из объяснений, которые даются, ответы, которые дают Всевышний в книге Иова, за что положено страдание в этом мире, они говорят, что человеку недоступно это знание. И никогда невозможно понять, почему этого Всевышний выбрал для этого, а этого для этого. Почему одному он дал Руах Кодыш, а другому нет. Люди могут быть идентичны и делать одно и то же. Но Акодыш Бруев выбирает, когда, кому и что, не потому что это замысел, который творца, который раскрыт от человеческого понимания, и открыт не будет никогда и никому, кроме, может быть, после смерти. Потому что есть те, которые объясняют пасук, не может видеть меня человек и остаться в живых, что после смерти это будет возможно. Ему будет доступно знание того вопроса, который задавал Машир Абейну. Может быть. Есть такой дьюк немножечко в Рамхале, но не знаю точно. Но есть те, кто так объясняют. Вот. И поэтому Мальбим намекает здесь на это и говорит, что Машир Абейну сказал, покажи мне твой кого-то, раскрой мне этот смысл. Почему кому-то кто-то находит милость в твоих глазах, а кто-то нет. У кого-то его авойда идёт таким способом, а у кого-то другим. И ответ Всевышнего, я выбираю пусть сейчас Рабимейр и Рабинай, что извини, Машир Абейну, но этого ты не узнаешь. Ло-э-ре-ни-га-адам-вэ-хай. И ты никогда не поймёшь, почему один получил Руах Кодыш, а другой нет. Но, говорит Мальбим, что приготовления все должны пройти одинаково. Не всем обещано, что он потом получит Руах Кодыш. Но человек, который выбрал жизнь, у него есть шансы. Человек, который выбрал наоборот, это продолжение прошлого посука, про него известно на сто процентов, что он не найдёт Хэн в глазах Всевышнего. Не найдёт милости в глазах Всевышнего. Теперь посмотрим Гаон. Он идёт немножко по другому пути. И объясняет таким образом. Сейхель тоф етен Хэн. Хороший разум он даст понятие Хэна. Тот, у кого есть сейхель, то есть Тора, говорит Гаон и Вильна, это всегда тоф. Сейхель, который сейхель Торы, разум Торы, это то, что называется тоф. Что это такое? Сейхель – это Тора, тоф – это медот-товод. Соединение знаний Торы с хорошими качествами, такой человек получит Хэн. Он будет давать Хэн и получать Хэн. Что это значит? Все люди гордятся им, все люди радуются знакомству и так далее. Хорошо к нему относятся. И об этом сказано. Люди говорят про этого человека. Благословен его Рав, который обучал его Торе. Дерри и Богдим – те люди, которые выбрали путь, который называется Богет – измена, восстание. То есть, человек, у которого есть немножечко Торы, немножечко. Эйтан. Он попадает в состояние эйтан. Мальбин перевел, что эйтан – это твердость такая вот. Что такое эйтан? Это люди, которые идут, говорит Гаон, бээзут оба хосом и шторним ба тратам. У них есть немножко Торы. Они выбирают путь не добрых медот, не хороших качеств, а идут путем, что я Таламитхохам, я в доме хозяин, я буду решать, а вы все козлы. Ну, я утрировал, понятно, так никто не пойдет. Но, тем не менее, для того, чтобы понять, о чем идет речь, он выбирает путь царствовать, управлять остальными, используя для этого Тора. Это может быть гаева, это может быть что угодно, не так принципиально что. Но эйтан тоже, Гаон переводит слово «каше», трудность, твердость, он выбирает твердую руку управления людьми. Он миштарер ба тарато, он, как миштарер от слова «сар», я не знаю, как царствует с помощью своей Торы, властвует с помощью Торы, не знаю. И еще, это первый комментарий. Гаон часто дает на один посуд несколько комментариев. Первый комментарий – это «сейхель тоф» и просто «сейхель». «Сейхель тоф» – это «сейхель плюс позитивный медот», «сейхель просто» – это Тора без позитивных медот, которая идет к состоянию итана, к состоянию «каше», к состоянию твердости. Второй комментарий. «Сейхель тоф» – это то, о чем сказано, что «мацахен ба сейхель тоф ба иней лаким ба адам». Тот человек, который нашёл хороший разум и милость в глазах человека и Всевышнего. То есть, хэн, слово хэн, милость, говорит Гаон, это относится не к Творцу, не милость в глазах Творца, не как Мальбин, другой путь, а милость в глазах людей. То есть, человек, который из сейхэльтов, Бейны и Лаким, который Всевышний видит, что у него сейхэльтов, что у него правильное направление учёбы Торы, понимание Торы и так далее, Он находит милость в глазах людей, потому что человек, он видит своими глазами, а Всевышний видит сердцем. Что имеется в виду? Что Всевышний может увидеть сердцем. Сердце – это как бы аллегория, метафора, я не знаю, как это сказать. Это более глубокий взгляд на мир. Глаза мы видим внешние проявления того, что происходит. Всевышний же видит не только внешность человека, но и его внутренность, типа рентгена. Он видит всё, что находится внутри, включая, я не знаю, такого рентгена сегодня нету, есть и морай головного мозга, но рентгена мыслей пока никто не придумал. У Всевышнего он есть, так случилось. Он видит мысли человека, он знает, что представляет, он видит суть этого человека. И вот когда Всевышний смотрит на суть этого человека и видит, что этого человека сейхэль, сейхэльтов, и он видит не так, как мы, здесь не хочет объяснять нам Гаон, что именно видит Всевышний. Ему важно сказать нам, что Всевышний видит не то, что видим мы. Нам не надо заморачиваться над темой и понимать, что именно нам надо увидеть. То Всевышний посылает этому человеку милость в глазах людей. Он видит внутренность человека, он видит его содержание, и поэтому он делает так, что людям этот человек нравится. Это понятие сейхэльтов, так говорит Гаон Мивильна. И говорит, что если у человека есть сейхэльтов бейны и лаким, хороший разум в глазах Всевышнего, тогда Всевышний дает милость также в глазах созданий и приближается к Акодыш-Баругу. И человек начинает, этот человек начинает приближать других людей ко Всевышнему. Но что такое Багдим, что такое те, кто восстают на Всевышнего, это Эйтан. Как он, я уже забыл опять, как он перевел слово Эйтан. Какой-то такой совершенно неожиданный был для меня перевод. Я не заметил. Крутой. Может, не такой плохой. Для вероломных он не самый худший вариант. Круто. Как у вас? Мне не нравятся все переводы всех книг на русский. Единственное, что оправдывает всех перевозчиков, что когда я перевожу, значительно хуже, чем они. Не подобрать никаких слов. Просто объяснить понятие «я могу», а перевести это просто никак невозможно. Так вот, он говорит, что человек, который с Эйхельтов, он получает милость в глазах других людей и приближает их к Торе, ко Всевышнему. Но человек, который восстает против Всевышнего, он становится как крутым, как кремнем. То есть, люди не хотят к нему приближаться, и, соответственно, через него нет приближения людей к Торе. Совершенно разные два подхода, как можно учить этот пасук. Общее между ними понятно, поскольку слова «хэн» и так далее здесь написано, что есть милость в глазах Всевышнего или милость в глазах людей. Даже в этом Мальбин и Гаон разошлись, как правильно считать этот пасук. Гаон считает, что здесь надо сравнивать, что когда Всевышний смотрит на человека так, как он умеет смотреть, и видит его насквозь, то он дает этому человеку за то, что его Тора, его разум, Тов, он дает ему возможность приближаться к людям, и люди к нему тянутся. И в результате этого он притягивает их к Торе. А человек, который, Тора которого, на взгляд Всевышнего, и еще раз я повторяю, Гаон специально не объясняет, что именно должен видеть Всевышний. Это не обязательно хороший имидот, это не обязательно позитивные качества, это может быть все, что угодно. В разных людях по-разному. У кого-то это может быть какая-то кавана, какая-то накуда точка, элемент, что он все делает лошамшамаем, у кого-то еще что-то. Я не знаю, Гаон не хочет этого объяснять. Но когда Всевышний видит, что этот человек у него сейхель Тов, то он делает так, что через этого человека люди притягиваются к Акодыш-Бургу, а когда он видит, что в этом сейхеле есть некий изъян, опять же, я не знаю какой, то он делает так, что люди отдаляются от человека, люди не приближены к нему. И хэн нету со стороны людей, но хэн дает человек. А по мальбиму хэн – это руаха-кодыш, который приходит после того, как человек достиг сейхель Тов, за это Всевышний иногда да, иногда нет, и мы не понимаем, когда да, когда нет, но иногда да, иногда нет, дает руаха-кодыш. Человек уже, который идет совершенно по не тому пути, у него есть как бы стопроцентный битуах, стопроцентная гарантия, что к руаха-кодышу он не придет. И мы это истинно состоим в том, что есть большой-большой махлокис-ахроним по поводу того, как появляется руаха-кодыш посредством исправления медота и изучения Тора. Есть известная барайса Раби Пинхас-Бен-Ира, на которой составлена вся книга Масилат-Ишарим о том, что Згерут приводит к Заризуту, Заризут и т.т.т. Тора приводит к руаха-кодыш. Тора приводит в результате, к душе приводит к руаха-кодыш. И есть махлокис, к душе приводит к руаха-кодыш обязательно или к душе жизнь в святости, когда человек отделяет себя для службы Всевышнему и прошел всю эту цепочку, которую пишет Рамхали, не хочу ее сейчас это слишком долго воспроизводить, когда человек дошел до уровня, который называется кадош. Таких людей, думаю, что в наше время, ну не важно, что я думаю, но во всяком случае во все времена их было очень мало. Так вот, человек, который дошел до этого уровня, он получает руаха-кодыш. Есть мнение, что он получает его, бэхлет, на 100%. Человек, который вышел и приготовил себя, он на 100% получит руаха-кодыш. Есть мнение, что он должен привести себя к этому состоянию, а дальше все зависит, нашел он милость в глазах Всевышнего или нет. Он может получить, а может не получить руаха-кодыш. Рамбом эта всю историю переводит не только на руаха-кодыш, но на состояние нави, пророчества. Он говорит, что человек, который прошел, приготовил себя знаниями Торы, своими качествами исполнениями цвот, своими каванот, всем-всем-всем-всем и так далее, и приготовил себя к пророчеству, на него бэхлет, сегодня нет пророчества, мы не можем этого сделать, но в то время, когда оно было, на него на 100% спускается пророчество, он 100% станет пророком. В Шарейк-душу Рабхайм Виталь считает, что может да, может нет, то есть фактически тот же самый Махлокис приводится в другое измерение. И во время Танаха у Шмелия Нави была ишива, ишива, в которой учили людей становиться пророками. Они их готовили на состояние принятия пророческого дара, и эти ишивоты существовали довольно долго. Это был нормальный способ учебы Торы научиться стать пророком. По мнению некоторых, они 100% становились пророками, по мнению других, они не всегда становились пророками, но доходили до уровня, когда пророчество могло спуститься к ним. А станут или нет, зависит от милости Всевышнего. Это фактически комментарий Мальбима на этот пасук, который идет вот по этому вот пути. Окей, теперь у меня некоторая дилемма. Начинать следующий пасук. Давайте хотя бы его прочту, потому что я не знаю, что мне делать. Говорит Шлома Меллах. Сейчас. Посланник нечестивый попадает в беду, посол же верный, это исцеление. Более-менее нормальный перевод. Малах Раша, посланник, Малах это ангел и посланник. Малах, который является нечестивцем, он епольбора, он упадет в зло. Выцир, имуним, те, которые базируются на своей верности, на своем имуна, он марпе, он будет исцелен, он будет спасен. Окей, я думаю, что сейчас я не могу этот пасук уже учить, потому что это займет все-таки время, у нас его нету. Давайте мы с него начнем в следующий раз. Шавуатов, агутывох, и до следующего воскресенья, до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова